Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Вала Щук. В заключительной серии путешествия по гуму хочу затронуть болезненную для рокеров тему популярности рок-музыки. На нашей большой сцене, на ТВ и на радио рокеров сильно потеснили рэперы и попсовики. Вы спросите, а при чем тут гум? А я вам отвечу. Падение популярности рок-музыки сразу же отразилось на ассортименте продаваемой в гуме продукции. Если раньше торговали мужественной и однообразной советской одеждой и суровыми русскими напитками, что подтверждало авторитет рок-музыки в стране, то теперь сразу видно, что попса-рэп и попсорэп вырвались далеко вперед. В гуме стало продаваться много всяких побрякушек и золотых, и платиновых, и дорогой бижутерии, и всяких пафосных вещей, часов, цепей, браслетов, в которых очень хорошо рэперские или попсовые понты колотить. И еще множество всякого модного разноцветного прикида на любой вкус. Поэтому сдал в этом плане гум-рокерские позиции. Ну, немного подкачал гум. Видите, рокер какие часы должен носить? Только железные, белые, стальные. Рокер не должен носить никакого золота носили. Только все железное. Железное. Это настоящий рокер. Плохой рокер носит, что попал. Пластмасски всякие. А настоящий рокер только железный. А здесь почему подкачал? Вы видите, что сзади? Ролексы. Самые любимые часы арабских шейхов и всех рэперов мира. Чтоб было богато. Чтоб богато было. Чтоб золото было написано. Ролекс и корона, чтоб было сзади. Часы, конечно, прекрасные, великолепные, но рэперские. Ну, все, что могу сказать, проролимся. Теряет гум рокерские позиции. Видите, одно золотишко, одно барахлишко. Все для золотой молодежи, которая любит попсу. Все для них. Но мы эту традицию переломим. Мы сделаем рок с самой популярной музыкой в стране. Видеолки. Ну, вот они. Побрякушечки, богатства. Гланг Пейн часики. Ну, это так себе. Это уже чуть покруче. Морские. Улисс Нардин. Видите, популярные, хорошие часики. Неплохие, неплохие. А вот это, это уже Жеже Ле Кольтре. Это же хорошие, швейцарские хорошие. Особенно вот эти вот, эти вот. Они называются Реверсу. Выдвигаются и переворачиваются. Для чего это сделано? Это знаменитая модель. Именно модель Жеже Ле Кольтре. Потому что это сделано для игроков в полу. Когда они ездили, и чтобы не разбить часы, эти часы переворачивались, и там просто железно-защитная крышечка. Чем они еще знамениты? Я знаю одного человека, а фамилию называть не буду. Потому что вы его все знаете. У него таких часиков более 200 штук. Коллекция. Я больше коллекций в МИИ. Ни у кого не знаю такой. А вот это, это уже не бижутерия. Это уже не цацки, не парикушки. Не, это цацки, но это дорогие цацки. Это уже бриллианты. Это бучелатти. Знаменитая фирма. Видите, бриллианты, сапфиры, золото, платина. И джемчуг. Натуральный, настоящий. Это не подделка. Я вам расскажу случай. Мы однажды были в Каннах. В августе, на Днях русской культуры. Там ежегодно, целую неделю проводятся Дни русской культуры во Франции. Его проводит фонд Михалкова. И там целую неделю на набережной. Наши оркестра играют целыми днями. Наши музыканты выступают. Наши показы мод устраивают. И в конце, в последний день, делается торжественный вечер для гостей. Для французских гостей, ну и для наших, которые приехали туда. Достойные люди. Вот одними из таких достойных людей со своим супругом был рокер Волочи Пиздэн. И с нами был товарищ с женой. И он купил жене туда на этот вечер красивое платье в полу с таким декольте. И ему нужно было купить какое-то украшение. Эта бриллианта, это дорого. Они решили взять бюджетерию. Так вот, хорошая бюджетерия была точно такая. Она, конечно, не дешевая. Она тоже стоит тысячи долларов. Но вот эта колье стоит 14 миллионов. Мы зашли и узнали только что. Вот. Так что хорошая бюджетерия. Вы ее не отличите. И самое смешное, что она намного практичнее. Ее можно носить ежедневно. И не бояться, что у тебя ее утрогут. Хотя она тоже стоит денег. Расскажу немножко про этот фестиваль русской культуры во Франции. Вот он целую неделю идет. В конце заключительный вечер. Вечер потрясающий. Какой. Столики. Для гостей. И лучшие русские повара готовят разные блюда. Причем блюда очень маленькие порции. Большая смена блюд. Для того, чтобы люди попробовали различные наши русские национальные закуски. Всякие. Блины, пельмени, пироги различные, с капустой, с тем-всем. Это все носят, меняют. Салаты разные наши. Традиционная русская закуска. Рыба различная. Северная. Долборщик. Еще что-то. Это очень красиво. Это очень интересно. Потом проходит показ мод. Нашел модельеры. Там выставляет свои модели. И потом начинается танцы. Наш хороший джазовый оркестр там работает. Великолепно все. Нам повезло там побывать. И вот после этого всего люди выходят на большую террасу. Все гости. И там начинается салют в честь России. Салют потрясающей красоты. Он в лице, я не помню, в течение полчаса или в течение даже часа. И меня там больше всего уделом. Салют идет под музыку русских композиторов. На Тканским заливом звучит музыка русских композиторов. Чайковского, Глинки, Мусоргского, Рахманинова. Красота неописуемая. И этот салют, насколько мне рассказали люди, организаторы, приезжают делать наши военные. Наши люди, которые умеют делать салют. Там техника абсолютно доведена до совершенства. Абсолютное совпадение взрыва абсолютных с ритмикой музыки. Это просто я аплодировал им. И настолько это значимое событие. И настолько оно интересное для французов и для гостей. Что набережная полностью вся занята. И даже на пляже лежаки, которые напротив гостиницы Мартинес, Ридс Карл, там другие гостиницы. Полностью вся набережная. Они продаются. Я не помню, сколько они стоят. Допустим, допустим, Карл, напомню, 100 евро. Напомню, он более недорогих гостиниц, еще дешевле. Но все равно это стоит денег на этот час. И поэтому такой салют. Ну и гости там очень первичные. Разные меры городов. Я там, допустим, познакомился даже с писателем Моррисом Дрюваром. Он еще живет тогда. Вот такие вот там люди присутствуют. Вот такие вот там проходят события. И вот такая там бижутерия. Очень похожа на бриллианты. Поэтому будьте осторожны, чтобы вам не впарили. Будьте осторожны. Лучше сразу покупайте межутерию. Не прогадайте. Хорошие часики. Фирмочка-то. Вашерон Константин. С 1775 года. Одна из лучших. Адемар Пеге, Вашерон Константин. Джезелек Ультре. Великолепные фирмы. Надо зарабатывать больше денег. И носить хорошие часы. А куда деваться? Рокером, да. Но, повторюсь, только железные. Только. Никакого фанфаронства. Только белые. Только железные. Вот такая вот обстановочка сейчас в Гуме. Поэтому нам, рокерам, надо собираться в кучу. Сочинять всякие заводные, но обязательно очень стильные рокерские песни. И отвоевывать место и на сцене, и в телевизоре, и на радио. Ну и, само собой, в главном универсальном магазине. Чтобы и тут открыли всякие рокерские магазинчики. С хорошими гитарами, барабанами, виниловыми пластинками, кожаными тужурками и прочими докторами-мартинсами. Вот на этой оптимистичной ноте я и хочу закончить рассказ о главном магазине страны. Одном из самых главных рокерских мест. До свидания, друзья. До новых встреч. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Валащук.